Всем привет дорогие мои друзья, я снова рад вас видеть на своём канале, а перед началом данного видеоролика хочу поблагодарить Ирину за поддержку моего канала. Ирина, огромное вам спасибо, что поддерживаете меня и помогаете мне развиваться в моём любимом хобби. Ну а теперь переходим к теме видеоролика. Тема сегодняшнего видеоролика это Даню, а именно загистованные самки. Даню, которые уже в который раз никак не могут отнереститься. Вот посадил вчера вечером, получается, в три трёхлитровых контейнера Даню на нерест, и уже вижу тех самок, которые уже, наверное, раз в третий или четвёртый никак не могут сбросить икру. Самцы всё пытаются, пытаются, но вот, например, вот та вот синяя самочка, вот эта вот голубая, уже в который раз такая вот пузатая, как пузатая я её запускал, в нерестовичок, такое на пузатой, в принципе, и осталось. Здесь также вроде бы одна какая-то розовая самка также закистована, и, к сожалению, икра из неё не выходит. И также здесь вроде бы есть самочка Даня Орерио, и есть какая-то вторая самочка точно, которая также закистована, и нужно с которой обязательно селить икру. Это мы и будем делать в этом видеоролике, я вам это подробно покажу, как это делаю я с такими вот нежными Даню. Обычно аквариумисты боятся вот ссаживать икру с таких вот мелких рыбок, как Даню, можно ссоедить икру с тернецией, с барбусей, потому что они крупные. А вот с такой нежной рыбки, как Даню, некоторые аквариумисты просто боятся и правильно делают, потому что одно неверное движение, вы просто можете раздавить или повредить рыбку руками. Я покажу, как это сделать аккуратно, и покажу, как уже это, в принципе, делаю я. Вот посадил в первый контейнер вчера разноцветных Даню на нере, здесь жёлтые, оранжевые и розовые. Во второй контейнер посадил микс из там синих и Даню Орерио, даже попался один розовый, самец вроде бы такой, не до конца розовый, а розоватый. И в третий контейнер посадил также микс из синих Даню и Даню Орерио. Сейчас убираю отсюда и производителей, и камни, и субстрат для нереста, всё полностью убираю, показываю вам икру и начинаю сцеживать тех самок, которые полностью закистованы. Спустя 15 минут я уже убрал абсолютно всё из этих трёх контейнеров, и все рыбки пока что находятся у меня в сачке в аквариум объёмом 120 литров. Ну а сейчас давайте посмотрим, сколько же икры получилось у нас в первом контейнере, где у нас не вестились синие и обычные Даню Орерио. Икры, как видите, вообще очень-очень мало, наверное, 40, максимум 45 икринок. То же самое во втором контейнере, где также не вестились синие и обычные Даню Орерио. Также 40-45 икринок. И лишь в том контейнере, где не вестились у меня розовые, оранжевые и жёлтые Даню Орерио, есть более-менее такое хорошее количество икры. Может быть, даже наберётся сотня, а может быть, даже и икринок 120. В прошлый раз было то же самое, вот, можете видеть здесь предыдущий выводок, вот, находится. Здесь также изначально было большинство, наверное, около 50% жёлтых, розовых и оранжевых икринок. И лишь только остальные 50% были синими и Даню Орерио. Хотя изначально, в прошлый раз, содержал процентов только 10 розовых, оранжевых и жёлтых, а остальные 90% были Даню Орерио и синие Даня. Но вот почему-то именно синие Даню и Даню Орерио дают меньше всего икры, а вот розовые дают больше всего. Сейчас сливаю всю эту икру. Так, вроде бы здесь не осталось икринки. Хотя нет, осталось пару икру, и потом солью. Сейчас, когда вот основной икру солью ещё в этот контейнер, сейчас здесь, когда всё успокоится, чуть водички солью. И здесь, попробуя контейнеры от икры, подключу обогреватель, подключу аэрацию. И уже тогда подготовлю эту икру к инкубации. Поставил обогреватель на 28 градусов, также включил активную аэрацию. Осталось теперь только добавить 4 капельки метиленки синие. Вот столько будет достаточно. Сейчас она там распространится потихонечку. Будет обеззараживать мне икру. А сейчас давайте перейдём уже, наконец-таки, на закистованных самок. Их сейчас отлично видно. Вот самка, видно, пузатая. Вот эта, передоставка, была жёлтая. Она, в принципе, не очень пузатая, худая. Вот эта, кстати, самка тоже была. Видите, она сейчас без икры. А вот если посмотреть, вот, допустим, на эту самочку, вот, видно, толстенькой. Также тут какая-то синяя. Вот Данил Рейдио самка также, видно, толстая. Вот Альбиноска самка также, видно, какая-то толстая, даже немножко кривая. Вот синие самки, как раз, которые я вам раньше показывал в начале ролика, так же, видите, закистована. Попробуем из них сейчас выжать икру. Если всё получится, то в следующий раз, через неделю, они у меня удачно отнестятся. Может быть, дней через 10-14 максимум. Если буду давить, и икра будет не уходить, то уже оставлю их просто плавать, как декоративных рыбок. Вот, отобрал 5 самых закистованных самок. И сейчас поочерёдно из каждой мы попробуем выбить всю застоявшуюся икру. Итак, начнём с первой самочки. Это вот такая вот непонятная по окраске, да, они вроде бы зелёные, а вроде бы и Альбинос. Давайте сейчас потихонечку икру. Берём обязательно мокрыми руками, чтобы кожу рыбки, точнее, чуть-чуть её, чтобы просто не высушить ей. Сейчас аккуратно возьму, чтобы было видно на камеру. И аккуратно сейчас проглаживаю по брюшку. И вот видно уже, вот посмотрите, икра потихонечку выходит. И вот посмотрите, сколько икры из этой самки вышло. Посмотрите, вот по итогу, наверное, полторы минуты. Ей занимался, самка пока пусть плавает вот здесь. Вот посмотрите, сколько икры вышло из неё. Не знаю, фокус видно, не видно. Вся она белая, естественно, вся она пропавшая. И пойдёт у меня на корм потом рыбкам. Ну, а самку сейчас мы выпускаем в аквариум. Видите, она такая вот активная плавает. Она даже непонятного такого окраса. Вроде бы и Альбинос, вроде бы и зелёная такая самочка. В общем, первую самочку мы уже обработали. Видите, уменьшил сразу в размерах. Вот, давайте сейчас её уже отнесём в аквариум и приступим ко второй самочке. Вторая самочка также непонятного такого, вроде бы голубоватого, а вроде бы и обычного окраса, как Альбинос. Вот так вот возьмём и будем гладить по брюшку. Здесь вообще даже ещё легче. Вот видите, ещё легче икра выходит. И сейчас потихонечку. Главное, не сильно надавлю. Главное, ещё на голову не надавить, потому что так же может рыбка пострадать. И вот так вот сейчас потихонечку, потихонечку. Ну вот, в принципе, я давлю вроде бы больше икры в общине. То есть у этой самки было вообще мало икры. Либо она просто настолько закистовалась. Вот, может быть, на пальцах, видите, вот отдельные икринки такие. Может быть, она просто настолько закистовалась, что уже бесполезно что-то из неё выдавлю. Хотя вроде бы она пустая. В общем, думаю, с этой самочкой закончили, потому что она что-то не особо много икры дала. Сейчас переходим уже к третьей самочке. Третья самочка, это самочка обычного Данио Реррио. И сейчас потихонечку мы так же и из неё выдавим икру. И вот так вот потихонечку. Вот видите, смотрите, слегка надавливаю, даже усиленно не прилагаю. Видите, как икра сыпется опять вся белая. То есть, если бы самец был бы даже хороший, сильный, готовый бы к нересту, то всё равно бы он из этой самки бы икру бы просто не выдавил. Со второй самки я выдавил вот столько вот икры. Видите, вся она такая вот белая. Естественно, уже не рабочая. Самку я уже спустил. Сейчас ещё с двух самок сыжу икру, и тогда уже покажу вам результат. К сожалению, с двух последних самок Данио я не смог сыгить икру, так как просто у них она окончательно закистовалась. И, к сожалению, они здесь навсегда останутся плавать просто как обычные декоративные рыбки. Они уже куда-то, кстати, скрылись, и те Данио, из которых я сыживал икру, также куда-то уже скрылись, их тут уже не найти. И также те две самки, из которых я не смог сыгить икру, также скрылись. Вроде бы это вот эта синяя самочка, но точно не уверен, потому что здесь помимо тех самок ещё остались некоторые самки, из которых я также не ссадил икру. Вот, видна одна самка, вот вторая, вот это вообще синяя. Вообще, с полностью пропавшей икрой, это прям 100%. Так что вот с неё надо будет в ближайшие дни ссадить икрот. Это ещё одна альбиноска, там ещё одна. В общем, здесь, наверное, ещё самых 10 осталось, именно тех, которых я изначально вчера вечером не выловил на нерест, и они были закистованы, поэтому я их, кстати, и не выловил. А вот некоторых вчера выловил, 5 закистованных самок проверить, они закистовались окончательно, или ещё есть шанс. Но вот в итоге из 5 самок, с 3 самок я ссадил икру, и в принципе, в будущем они, наверное, смогут нереститься. Но это мы сможем проверить только через дней 7, может быть, через даже дней 10 или 14. Ну, на этом данный видеоролик подошёл к концу, скоро будем нерестить, наверное, и даже вот синюю тернецу, и розовую, и зелёную. Так что подписывайтесь на канал, всем спасибо за просмотр, также вступайте в группу ВКонтакте, там есть новости по данному каналу, и даже есть фото моего прудика, как он выглядел 1 июня этого года. Так что всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok